МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ощущение очень радостное, очень приятное. Я давно к этому шла. В него вошли произведения за последние 15 лет. Не побоюсь этого слова, 15. И, конечно же, я собрала в нем все самое интересное, все самое качественное за то, что мне не стыдно, чем мне хочется поделиться с читателем. Ну вот что? Вот о чем? О чем этот сборник? Такое хорошее название. Начало. Во-первых, знает ли Леонардо Ди Каприо про то, что... Плагиат. Про то, что, да, они взяли и своровали у вас название. Вот. И, в принципе, что там? Что там? Там вообще, на самом деле, темы очень разные, потому что, ну, наверное, поэт – это такой человек, который в стихах высказывает то, что волнует больше всего. И вот то, что меня действительно волновало, то, что меня трогало, и человеческие чувства, и любовь, и какие-то проблемы современности – все в этих стихах, я думаю, каждый найдет какой-то отклик в своих сердцах. Ну вот почему у любого творческого человека рано или поздно, там, да, в какой-то промежутке его времени возникает такая потребность у вас, как у мастера складывать слова в стихи, возникает такая потребность в книгу, и потом, конечно же, поделиться. Почему? Ну, на самом деле, это интересный такой момент же. Вот в современном мире публиковать книгу на самом деле не обязательно. Сегодня, чтобы публиковаться, можно открыть интернет одним щелчком, и, собственно говоря, тысячи людей при должном вложении в рекламу больше увидят эти произведения. Но книга – это все-таки немножко другой подход. И я считаю, что это очень важно – выпустить книгу, потому что, когда мы делаем книгу, мы над каждым произведением работаем. Это работает и корректор, это сам автор тщательно прорабатывает каждое произведение. И это уже произведение, которое действительно можно показать очень широкому кругу лиц, и все очень выверено, конечно. Мы знаем, что презентация книги пройдет в некой такой атмосферной обстановке. Это будет приуроченный ко Всемирному дню поэзии. Вот расскажите, как планируете презентовать сборник? Ну, прежде всего, хочу сказать, что презентация пройдет в моем любимом антикафе «Библиарум буквы», в таком уютном месте, где уже давно собираются поэты, писатели, творческие люди. И я очень рада, что именно там она пройдет. Много будет интересного. Во-первых, прозвучит премьера песни на мое стихотворение, которое написала мой большой друг и поэт, и музыкант Алина Дубасова. Участник литературного объединения «Егорские ваганты» почитают мои стихи, в этот раз мои. И, конечно же, я жду своих читателей. Для меня это очень интересная встреча, потому что выпуск сборника – это, прежде всего, возможность посмотреть в глаза людям, которым интересна поэзия, которым интересна современная поэзия, пообщаться с ними. Мне очень интересно именно поговорить с ними, узнать, что их интересует. То есть не только самой рассказать о том, что я хочу им нанести, но и пообщаться с ними. Ну, интересно же будет услышать, зашли ли стихи. Да, конечно. Зашла ли книга, так скажем. Лена, вот все-таки направленность стихотворений, какой-то вот характер их, они все-таки больше позитивные или такие жизненные больше? За последние 15 лет. Какое настроение у автора было? Ну, да, были времена разные. У меня был такой период, прямо такой, ну, не скажу депрессивный, но достаточно такой печальной направленности поэзии. Когда я стала отбирать, я поняла, что все-таки я хочу принести читателям больше позитивного, больше веселого, смешного где-то, жизнерадостного. Потому что, ну, на самом деле, мне кажется, в наше время это нужнее людям. И всегда больше хочется посмеяться, улыбнуться, чем поплакать. Да, Елена, может, зачитаете нам что-нибудь? Ну, да, если говорить о презентации книги и не почитать, я думаю, это неправильно. Итак, дорогие друзья, начало Елены Капитоновой. Начало-начало. Ну, поскольку грядет день поэзии, я прочитаю стихотворение, которое так и называется «Поэт». Ты, собственно, почти такой, как все. Ты также чистишь зубы, пьешь вино, хрустишь попкорн в темноте кино, слегка дрожишь на взлетной полосе, но все же просишь место у окна, ругаешь власть, но есть в тебе одна особенность, а может быть изъян, а может быть лишь тем от обезьян ты отличаешься, что в полной тишине настырный ритм пульсирует на дне сознания и не дает уснуть. И это не призвание, не путь, а только способ не сойти с ума, когда ты, черкав стопу бумаг, укладываешь в этот ритм слова, и вместе с ним они уходят прочь, чтобы вернуться на другую ночь, а может через год и через два нога и бледность чистого листа в тебе стучит. Та-та, та-та, та-та. Нам уже... Хочется просто похлопать, очень здорово. Уже хочется подумать. Эта книга, этот сборник, он в единственном экземпляре. Сколько? Можно ли будет где-то его взять? Взять его, конечно, можно. Мне посчастливилось... Ну, если вы быстро бегаете, да? С создательской системой, где, во-первых, есть сборник на Литрес, обязательно. Его можно купить на Озоне, его можно заказать на сайте создательской системы Ридеро. И, конечно же, можно прийти ко мне на презентацию. Вот об этом чуть подробнее. Кто может прийти к вам на презентацию? Расскажите. Я жду на презентации всех любителей поэзии, всех сочувствующих поэзии. Я знаю, что, конечно же, поклонников моего творчества не так много пока. Но их станет еще больше после презентации, мы уверены. Да. Но все, кто любит стихи, все, кто пишет стихи, даже где-то там на подушке в тишине скрывают всех, мне со всеми хочется пообщаться. И я жду свою аудиторию. Итак, 20. Давайте еще раз напомним, когда и где? В ближайшую субботу. 21 марта, в день поэзии, в 16.00 в Библиаруме, буква по адресу улица Краснопартизанская, дом 2, в районе Самарова, ищите нас, приходите, всем будем рады. Спасибо. Как говорится, Ханты-Мансийск стартовал с Самарова, так и книга «Начало» будет презентована в Самару. Берет оттуда свое начало. Спасибо огромное. Доброго, бодрого утра. Спасибо. И, конечно же, хороших и налюбивших читателей. Творческих успехов. С гостей прощаемся. С вами жили все 2-2,5 минуты. Дождитесь. С вами был Игорь Негода. С вами был Игорь Негода.